Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Катерина и добро пожаловать на этот канал. Сегодня я вам более детально расскажу о своей любимой стране Финляндии. Здесь вы узнаете много фактов о Финляндии, в частности 10 самых интересных фактов, я более детально их объясню. Ну и чем с того, что Финляндия это страна, расположенная в Северной Европе, одна из самых северных и географически удаленных стран мира с достаточно суровым климатом. Почти две трети Финляндии покрыты густым лесом, как мы сейчас это вот видели. Ну и в двух словах об истории Финляндия была частью Швеции с 12 века до 1809 года, затем она была Российским Великим Княжеством до революции. Во время революции финны провозгласили независимость, это было 6 декабря 1917 года. На сегодняшний день население страны составляет 5,5, почти 5,5 миллионов человек, самых счастливых человек в мире, позднее объясню почему. Столица этого государства Хельсинки, продолжительность жизни для мужчин 78 лет и для женщин 83, весьма и весьма впечатляет. Самое большое озеро Сур-Сайма. Национальный праздник 6 декабря, день независимости, как мы уже узнали, это был 1917 год. Правительство, республика, парламентская демократия, валюта евро, официальный язык финский, на нем говорят почти 90% населения, потом идет шведский, чуть больше 5%, и также имеется саамский язык, он является региональным языком. Финляндия является членом Европейского Союза, это очень высокоразвитая страна, очень богатая страна, состоятельная, также очень эгалитарная, кем бы вы ни были в этой стране, для вас обязательно найдется место. Ну и сейчас немножко расскажу о финском флаге. Синий цвет является символом всех озер, которых мы видим уже много, белый цвет является символом снега и зимы. Очень красивая зима здесь, поэтому рекомендую не только летом приезжать, но и зимой. Эта версия флага стала официальным национальным флагом с 1918 года. Как мы уже поняли, Финляндия страна очень эгалитарная, и не должен удивлять тот факт, что Финляндия была первой страной в Европе, которая предоставила всем женщинам право голоса. Имеется в виду право голосовать, это право было дано женщинам в Финляндии в 1906 году. Факт номер один, и пожалуй самое интересное, это то, что Финляндия это самая счастливая страна в мире. Это не я говорю, и тем более не финны. Это было предоставлено в докладе о мировом счастье ОН. Этот доклад проводится каждый год и сравнивается больше 130 стран по огромному количеству показателей. И Финляндия с 2018 года занимает первое место, то есть на сегодняшний день 4 года подряд. Кто удивляется этому больше всего, не вы, не я, а финны сами. Позднее объясню почему. Рейтинг учитывает множество факторов, ожидаемая продолжительность жизни, качество жизни, свобода делать жизненный выбор, свобода слова, свобода прессы, предполагаемая коррупция и многое-многое другое. По всем этим показателям, естественно, Финляндия занимает первые места, поэтому она и является первой в мире. Ну и сейчас интересно будет задаться вопросом, почему, почему же Финляндия такая вот холодная страна, да, географически удаленная, является самой счастливой страной в мире. Ответ достаточно сложный, наверное. Ну, мне кажется, чисто мое мнение, Финляндия является самой счастливой страной в мире. Во-первых, потому что здесь очень-очень хорошее образование. Качественное образование вне зависимости от того, где вы его получаете. Мы говорим о школьном и университетском образовании. Будет это в центре Хельсинки, в какой-то хорошей, престижной школе, или это в маленькой школе где-то в Лапландии, в деревне. Неважно, где вы получаете образование, оно будет очень-очень высокого качества. Почему? Потому что финны очень серьезно относятся к вопросу образования. Стать преподавателем в Финляндии очень сложно. Идет очень жесткий отбор, и тренинг идет что-то вот вроде наподобия, как тренируют врачей. Гораздо дольше идет образование, очень много идет практик, и впоследствии мы получаем вот очень-очень высоко образованное население, которое впоследствии становится хорошими гражданами, которые платят высокие налоги, занимаются бизнесом. В целом страна за счет этого растет. Вообще, я считаю, что образование населения страны во многом определяет ее будущее. Второй момент, который я считаю очень важным, это структура государства. Здесь действительно высоко развитая, хорошо функционирующая демократия, настоящая демократия. Не так, когда страна сама себя демократичной называла. Так приходят, не знаю, на ум примеры, как Северная Корея, она называет себя Демократическая Республика Северной Кореи. Вообще, обратите внимание, если страна себя называет демократичной, значит, очень плохо все в стране обычно по истории. Самые тоталитарные режимы, они себя чаще всего называли демократиями. В данном случае действительно хорошо. Настоящая демократия в Финляндии. Есть тоже индекс, есть рейтинги демократии. Финляндия занимает первые места на них, в том числе. Ну, демократию, конечно, здесь сильно объяснять не буду. Стоит только сказать буквально в паре слов, что если вы можете влиять на государство, то, соответственно, государство будет делать все, чтобы население было довольным. Ну, не знаю, насколько последний факт влияет на счастье, но, мне кажется, влияет. Иногда используется девиз Финляндии 3С. Сису, Сауна и Сибелиус. Сису перевести сложно, но постараюсь перевести что-то вроде мужества и настойчивости, чего у финнов поистине хватает. Сауна – это финская баня, и Сибелиус – это известный финский композитор. Ну и факт номер два. Финны – это самые большие любители кофе в мире. Вы, наверное, думаете, что столица кофе может быть Италия, Франция, не знаю, может, еще какая-то страна, Эфиопия, откуда кофе, в принципе, и пришел. Финны потребляют больше всего кофе на душу населения, чем любая другая страна мира. В разных источниках есть цифры, что 10 килограмм кофе в год потребляется на человека, в некоторых источниках 12 килограмм, но, в общем, много – от 10 до 12 килограмм в год кофе. Ну, для большей статистики, если вам вдруг интересно, это вдвое больше, чем пьют итальянцы, и в три раза больше, чем потребляют американцы. Питье кофе глубоко окоренилось в финском обществе уже очень давно, и образовалась такая своего рода кофейная культура. Обычно финны выпивают от 3 до 5 чашек такой легкой обжарки фильтрованного кофе в день. То есть они пьют всегда вот такой кофе фильтрованный. Они не пьют там эспрессо, американо, капучино. Конечно, вы можете найти это в кофейнях здесь, и будет очень все вкусно, но в основном они пьют вот фильтрованный кофе. Кофе очень вкусный, и очень рекомендую попробовать, и, может быть, даже взять домой. Но на этом, конечно, не заканчивается, что пьют и едят финны. Немножко хотелось бы рассказать о традиционной кухне тоже в финнах. Финны едят очень-очень много традиционного хлеба, особенно хлеба ржаного. Также очень много хорошей выпечки, очень много гурманных блюд. Финны вообще гурманы, они очень хорошо готовят, они знают, где покупать хорошую, качественную еду, и они знают, как ее готовить. Поэтому еду в Финляндии не пропустите. Факт номер три. Финляндия – это страна озер. Она известна как страна тысячи озер. В стране насчитывается порядка 200 тысяч озер. Озеро Сайма – это озеро на юго-востоке Финляндии, и самых живописных озер здесь в Финляндии. Вообще озер очень много в Финляндии, как мы уже поняли, 200 тысяч. И возле озера обычно у Финн будет обязательно маленький коттеджик, практически у всех семей, ну не у всех, но у многих семей обязательно будет коттеджик. Из этого коттеджика, конечно же, обязательно будет традиционная сауна. И обычно Финны парятся, и потом прыгают в ближайшее какое-то озеро. Я, кстати, пробовала один раз, в общем, было здорово. Также очень хорошие пешеходные тропы, маршруты. Возле озер очень красивая природа. Если будет интересно, посмотрите мое другое видео о Исус-Сьоте, там Оулу и Исус-Сьоте. Это национальный парк. Они вместе, эти два видео. И там будет гораздо больше информации про походные маршруты здесь в Финляндии. Ну и, пожалуй, мой любимый факт о Финляндии и факт номер четыре, то, что Финляндия – это страна муминов или муминтролли, как по-русски говорят. Муминтролли – они финны. Созданы они были очень знаменитым шведскоязычным финским иллюстратором Туви Янсен. И на сегодняшний день мумины – они вот такие самые-самые любимые персонажи, наверное, в Финляндии. На муминах выросло все сегодняшнее поколение практически, и они присутствуют практически везде – на кружках, на тарелках, на полотенцах, я не знаю. И многие финны, кстати, собирают эти кружки, они коллекционные кружки, потому что они выходят раз в год, и если у вас есть очень старая кружка, муминовская, на нее можно очень-очень много денег заработать. Я не зарабатываю, но у меня тоже маленькая коллекция, которую вы видели. Я очень их люблю, эти кружки, они такие добрые. Факт номер пять, наверное, удивит вас больше всего, потому что Финляндия помешана на сауне. По оценкам, количество саун в Финляндии превышает 3 миллиона. Ну, совсем неплохо, при населении-то чуть больше 5 миллионов, соответственно, сильно математики себе не напрягать, то есть, ну, порядка, грубо там, одна сауна на человека, да, или одна сауна на полтора. Ее можно найти везде, вообще везде, в квартирах, в лесных хижинах, в крупных компаниях, в государственных учреждениях, у парламента, кстати, финского есть своя, где официальные лица могут проводить серьезные дискуссии. Финны за границей также себе позволяют сауна в дипломатических зданиях в Финляндии. Даже Burger King в Хельсинки, там тоже есть сауна. Не пробовала, но слышала, что есть. Самое интересное, наверное, что сауны есть на кораблях. Маленькие такие лодочки, и там будет сауна. Это очень удобно будет прыгать, кстати, в эти прекрасные чистые озера. Даже сама культура сауны была внесена в списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на заседание Междуправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия. Было это в 2020 году. Ну и факт номер 6. Angry Birds. Они тоже финны. Сенсация мобильных игр. Angry Birds зародилась здесь, в Финляндии. Поэтому в Финляндии это не только. Там красивые леса, дикая ягода, сауна, грибы с умирательством в лесах и так далее. В Финляндии еще очень много чего есть. В особенности креатив. В Финляндии вообще очень-очень креативная страна. Здесь очень много классных знаменитых брендов. Один из, наверное, самых знаменитых это Nokia. К сожалению, не очень хорошо получилось у Nokia, но она гремела, гремела. Будь здоров. И другие знаменитые игры будут Clash of Clans. Не знаю, слышали или нет. Я не игрок, но слышала, что игра интересная. Также очень знаменитые бренды посуды. Я очень люблю Italo. Arabia, кстати, вот кружки с муминами. Это Arabia. Очень хорошие сувениры. Если хочется привезти сувениры, дороговато, но качественно и красиво, особенно если у вас знакомые любят мумитроли. Pentic очень-очень классный бренд. Кстати, здесь есть немножко съемка от Pentic. Это очень красивый бренд мебели и домашней всякой утвари. Italo у них очень классная. Есть Ultima Tool. У них очень красивые там тарелки и так далее. Красоты в Финляндии хватает, конечно, хватает. Факт номер семь. Большая часть страны – это, в общем-то, лес. Порядка 75% общей площади Финляндии покрыты лесами. Сосны, ели, березы – это важные элементы ландшафта. Леса Финляндии – как вода, они вездесущие. Даже в крупных городах, в столице Хельсинки есть большие лесные массивы, в которых можно спрятаться от ужаса города, насладиться красотой. Может быть, поэтому финны такие счастливые. Им леса хватает. Тут не хватает леса в городах порой. Финны вообще очень привязаны к лесу. Они хорошо себя чувствуют в лесу. Но мне кажется, не только финны. Мы все, в общем-то, себя неплохо в лесу чувствуем, если так посмотреть. Они обычно не забудутся в лесу. Они хорошо навигируют по лесу и очень-очень любят собирать ягоды, грибы или просто прогуливаться по лесу. В лесу обязательно будет вот такая хижинка где-то. Они бесплатные. Обязательно будет там дрова для вас, где можно будет зажарить чего-нибудь вкусненького, чаю выпить. Можно даже поспать в некоторых. Факт номер восемь. Это потрясающее небо Финляндии. В Финляндии очень красивое небо. Как летом, так и зимой. Зимой очень рано садится солнце, к сожалению. А летом оно практически не садится вообще, как у нас в Питере. Есть белые ночи. Белые ночи – это, в общем-то, ну, значит, день 24 часа, грубо. Но в чем красота, особенно белых ночей, в том, что очень долго-долго можно наслаждаться красивыми закатами и рассветами, потому что солнце очень-очень медленно садится, и вроде бы как садится и не садится, и оно вот там за горизонтом тусуется и создает очень-очень-очень красивые закаты и очень-очень долгие. По этому поводу, кстати, есть очень много фестивалей, особенно в Лапландии. Есть очень знаменитый кинофестиваль, Midnight Sun Film Festival называется он. Люди смотрят много классных фильмов и на горизонте наслаждаются закатом. Северное сияние в Финляндии – это в основном Лапландия или немножко… Ну, в целом, в севере. Вообще, северное сияние можно увидеть в Финляндии везде. Просто чем дальше на север вы едете, тем выше вероятность, что вы его увидите. В среднем северное сияние в Лапландии – это 200 дней в году, то есть, ну, порядка каждый следующий день. Его нужно даже летом увидеть, просто летом нет темноты, поэтому вы его не увидите. Города Финляндии. Как же без них? Факт номер девять – то, что в Финляндии очень классные города. Начнем со столицей – Хельсинки. Хельсинки расположен на берегу Балтийского моря. Поистине восхитительный город для посещения с множеством прекрасных архитектурных памятников. Тампера. Тампера – очень красивый город, он второй по величине, по некоторым оценкам третий, если вы берете внимание Аспа. Это спокойный город с двумя огромными озерами, с которыми он граничит. Очень богатая культура, очень знаменит искусством и театром. Вообще считается театральной столицей Финляндии. Очень живописное место. Центр города – это индустриальная часть города, но они ее переделали в такой playground для города. Это были индустриальные здания Финлейзенфабрики, но они очень-очень красивые, живописные, поэтому не пропустите. Там очень много галерей, музеев, ресторанов. Воулу – это город очень крупный на севере, он пятый по величине, где-то там очень тоже красивые здания, парки, прямо на границе, он перед Лапландией, еще там несколько десятков километров вы уже начинаете приближаться к Лапландии. Так что хорошая остановка, если вы едете на самый север, неплохая остановка будет, Воулу остановится, там очень красиво эти традиционные деревянные красные здания в Финляндии, на площади их очень много, там много хороших кофеин. Посмотрите, кстати, у меня видео есть и по Тампору, и по Оулу, если вам будет интересно. Ну и последний факт, наверное, самый интересный, факт номер 10. Кто ж удивится больше всего, что Финляндия – это самая счастливая страна в мире? Ну, самый финный. Финны – они патологически скромные люди, с ними очень приятно общаться. Они скромны, вежливы, ценят откровенны и прямой разговор. Мои люди, что тут скажешь? Или наши люди, мне кажется, русские тоже ценят прямой, откровенный разговор. Ну, я, во всяком случае, ценю. Благодаря своей приверженности, равноправию и упору на прозрачность, финская пресса была признана самой свободной в мире. И финны этого действительно требуют. Вот эта вот идея откровенного, прямого, честного разговора, она даже на этом позируется, собственно, и многое другое в стране. Финны – из дополнительных таких интересных фактов любителей доводить тело до крайности, например, прыгать в ледяную воду, прыгать в снег после сауны. Я, кстати, попробовала, ощущения были… Ну, словами их не передашь, что просто нужно попробовать. Я думала, я себе связки голосовые порву, и я так орала. Но было здорово. А ну, еще интересно то, что финны принимают достаточно серьезно, мудрые слова. Альберто Эйнштейна – человек, который никогда не совершал ошибок, никогда не пробовал ничего нового. Поэтому страна объявила 13 октября национальным днем неудач, чтобы отмечать жизненные неудачи и падения. Но это гораздо лучше, чем плакать по этому поводу. У меня ошибок и неудач в жизни точно было предостаточно, поэтому 13 октября буду отмечать, вот начиная со следующего года. Ну, а на этом я надеюсь, что я достаточно заинтриговала вас в Финляндии, вы обязательно ее посетите, а также, может быть, поделитесь в комментариях, в комментариях понравилось ли вам. Спасибо огромное, что пришли со мной на это время. Не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить нового контента. Спасибо и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok